Привет всем, с вами Электро и сегодня коротко о главном. Итак, что надо знать при старте игры. Поехали! Не забываем забрать сундук на старте игры, доплыв до него до ближайших камней. Старайтесь как можно быстрее прокачать ранг приключений до 12 уровня. Это вам даст возможность выполнять ежедневные задания. Повышая ранг приключений, вам открывается больше грех возможностей, различных заданий, вы получаете хорошие награды, а также увеличивается качество и шанс получения различных предметов. Для быстрого повышения уровня приключений, открывайте новые точки телепортации и статую. Также помимо повышения ранга приключений, старайтесь выполнять сюжетную линию и дополнительные квесты как можно быстрее. Также не забываем выполнять различные квесты в книге приключений и забирать награду. Ее же можно использовать для навигации по литкам и подземелям. Также не забываем использовать интерактивную карту, где вы можете делать различные заметки и уже отмечать пройденные этапы игры. Ссылочку я оставлю в описании. Также хотел бы посоветовать хороший канал с интересными гайдами и стримами по игре от Golden Wind. Предлагаю узнать еще немножко полезной информации по игре с этого канала. На территории Ли Юэ, это вторая территория, которую вы откроете немного продвинувшись по сюжету. В самом крупном городе вы можете посетить банк, где на втором этаже будет сундук, в котором лежит 200 тысяч монет. Это огромное количество денег, которые никогда не будут лишними. После того, как по сюжету ветер над мондом стихнет, вы сможете прийти в собор и совершенно бесплатно забрать еще один 4-звездочный артефакт. В соборе вам нужно найти NPC, которую зовут Виктория. Нужно будет спросить у нее в диалоге, какие места стоит посетить в монде, и вы получите свой артефакт. В ущелье Дадаупа, либо Дадаупа, есть задание по уничтожению трех лагерей хелечурлов, которое можно получить у NPC рядом. Зовут ее Доктор Лингвистоун. За каждый лагерь будет убираться кольцо воздуха вокруг сундука, а по завершению квеста вы сможете получить шикарные награды. А именно, 4-звездочный артефакт из сета Берсерка, а также прототип 4-звездочного двуручного меча. Уровень мира. Этот показатель растет от вашего ранга приключений. Достигая определенного ранга, вы повышаете уровень вашего мира, что усиливает мобов, элиток и боссов на карте, а вместе с этим улучшает награды. Достигнув 3-го ранга, элитные монстры после смерти могут дропнуть 4-звездочный артефакт, что позволит вам отлично фармить, не тратя энергию. Если вам понравился такой формат видео, не забываем подписываться на канал, оставлять оценку и эпичные комментарии. Увидимся позже, пока-пока. Не забывайте подписаться на канал Голдвинда. Гол-гол-голдвинда. Гол-гол-голдвинда. На-на-на-на-а. Гол-гол-голдвинда.